Музыка Еще раз тебе с днем рождения. А еще я хочу сказать, уж коль он у тебя совпал с днем разведки военной, то дай Бог, чтобы будем ты говорить, когда-то это стало и твоим профессиональным праздником. Понимаешь? Это на самом деле, там только элита служа, только элита армии, понимаешь? Вот стань элитой, стань лучшим. Вот твой девиз должен быть на всю оставшуюся жизнь. Стань лучшим. Мог ли знать полковник полиции Рустам Камильжанов, какими важными для Миши станут эти слова и как глубоко заденут они душу подростка? Сиротами не рождаются, ими становятся. Иногда это бывает не жертвой, а спасением. Миша рано остался без отца, с пьющей матерью, без жилья. Их дом сгорел, сестры-братья ушли бродяжничать, а мальчик продолжал скитаться по подвалам. Мать не бросал, потому что любил ее больше самой жизни. Да и что это была за жизнь? Миша постепенно освоил все поруки улицы и опускался все глубже и глубже. Когда мать умерла, ребенка отправили в интернат. Было все. Ну, ребенок, сирота, который воспитывался улицей фактически, который ночевал на улице, токсикоманил, курил, воровал. Неоднократно был замечен за кражей, и даже некоторые были судимости. Все изменилось для Миши, когда в интернате появились морские пехотинцы и военно-патриотический клуб «Гардемарины». Мальчик стал его активным участником, а затем инструктором. Одновременно Миша увлекся спортом, начал делать успехи в боксе. Вместе со своими шефами участвовал в парадах памяти, побывал во многих городах, стоял в карауле у вечного огня. Миша признается, что с детства не любил свой день рождения. Старался побыть один, ни с кем не общаться. В этом нет ничего удивительного. Ведь такой день хочется делить с близкими, получать подарки. То, что ждет его в 16-й день рождения, стало для Миши сюрпризом. С самого утра его ждали в областной федерации бокса. И не кто-то, а настоящие чемпионы. Чемпион мира, трехкратный чемпион Европы, пятикратный чемпион Советского Союза Василий Шишов и чемпион России и чемпион Европы среди молодежи Василий Веткин. Жду рождения, здоровья, успехов, занимайся, тренируйся. Все, у тебя получится обязательно. Такие перчатки я видел только по телевизору, признался Миша. Но дороже самих перчаток стали для него автографы мастеров и возможность пообщаться с кумирами сотен, таких же, как он, подростков. Боксом Миша занимается уже три года. Это серьезное увлечение. У Миши уже есть красивые победы в турнирах. Бокс во многом изменил парня. Бокс – это, блин, ну, как говорят, мужественный спорт. Там перед выходом в ринг, блин, я просто всегда, знаете, волнуюсь, просто переживаю просто. Там надо себя собрать, блин, взять в руки просто все, решимость. Это можно, это как в жизни, мне кажется. А потом после боя ты чувствуешь себя, не знаю, гордость какая-то, что ты вышел, переборол свой страх. Возможно, встреча с чемпионами станет для Миши судьбоносной. В интернате у него не так много шансов встать на путь профессионального спорта. И Федерация бокса обещали помочь перейти на учебу в школу Олимпийского резерва. И вообще помочь. Если бы в возрасте привели меня, ну, как бы, вот у меня было бы у самого столько позитива, впечатлений хорошего. Я думаю, что у него все будет нормально. Вот главное для стремления и желания, чтобы у него было заниматься. И все будет нормально. А так, может, где-нибудь издали присмотреть? Присмотрим. Конечно, нет, если результат будет, нам деваться некуда. Мы будем присматривать, мы будем тянуть его, мальчишку этого. Налег, вон, в кружку, вон. Военно-патриотический клуб «Звездный десант» – визитная карточка региона. Здесь подготовили немало спортсменов-разрядников. Гости в клубе сразу становятся друзьями, поэтому Мишу с первых минут вовлекли в тренировку. Немного подтянуть строевую и освоить приемы рукопашного боя Миша ничего не стоило. Он лидер своего военно-патриотического клуба. Сборка-разборка автомата ему также хорошо знакома. Но такие тренировки бывают у гардемаринов редко. Своего калашникова в клубе нет, как нет и многого другого. Интернат – учреждение казенное. А теперь о главном, ради чего Мишу пригласили в «Звездный десант». Держишь только за ручку. Если потянешь здесь или здесь, он у тебя выйдет из строя. Мишкино детство прошло без отца. Никто не учил его быть настоящим мужчиной. А для Миши это крайне важно. Отсюда и увлечение боксом, занятия с морскими пехотинцами. Уже год Миша мечтает устроить себе еще одно испытание – прыгнуть с парашютом. Нужна серьезная подготовка, понял Миша в этот день. Я думал, все просто, а это нет, это все знать надо, учить. Но если меня бы обучили, я бы все хорошо, достаточно бы знал бы, конечно бы. А ты прикинь, если я пошел бы сейчас и прыгнул, а я ничего не знаю вообще. Сертификат на прыжок Мишу мы все-таки подарили. Решили, что в первый раз лучше сделать это в тандеме с инструктором. День рождения все-таки праздник. Для именинника и его девушки романтичная обстановка непривычна, но нравится. Хозяевам необычные посетители нравятся тоже. Ребята показались очень приятными, немного скромными, позитивными людьми, которые, на самом деле, выделялись только, может быть, своей, немного большей искренностью и скромностью, чем остальные гости, которые приходят в наш ресторан. Миша и Аня дружат уже несколько лет. Детская влюбленность потихоньку перерастает в серьезные чувства. Аня импонирует Мишину любознательность, стремление меняться, и он вполне соответствует ее представлениям о будущем муже. У нас с ним много, очень много похожего. Он обзывчивый, он мне очень помогает. Там, допустим, даже если что-то я не знаю, то где-то подскажет. Где-то там научит чего-то. Я с самого детства мечтал, чтобы у меня была своя семья, дети были. Просто вот так случилась судьба, повернулась, что я в интернате. Но я не жалею об этом. Я не хочу, чтобы мои дети так же жили в интернате. Я буду знать, что для них хорошо делать, что плохо. Также буду воспитывать их. Просто не хочу повторять тех ошибок, которые совершили мои родители. Просто дать им то, что не было у меня в детстве. Говорят, детдомовские дети вырастают эмоционально холодными, не способными на искренние чувства. Думаю, в отношении наших героев это не так. И отчасти потому, что на их пути встречаются неравнодушные люди. Все встречи этого дня не пройдут для ребят бесследно. Даже не самый материальный подарок важен, сколько просто общения, сколько увидеть того, к чему можно стремиться, к чему можно достичь. Миша может стремиться не только к успеху спорта, но, возможно, заинтересуются военной службой. И, кто знает, может быть, мы его когда-нибудь увидим как спортсмена, боксера в рядах российской армии. Днём рождения. Спасибо. Всех удачи. Здоровья. Сегодня день разведчика, знаешь, военный разведчик. Развелся день военный разведчик. Попасть сюда Миша уж точно не гадал, не думал. В этот день ему посчастливилось побывать ещё и там, где служат настоящие профессионалы, в службе специального назначения наркоконтроля. И это были настоящие офицеры и настоящее боевое оружие. Прикоснуться к такому мальчишке и во сне не снилось. Нашим сопровождающим стал чемпион мира по самбо, легенда подразделения «Гром», полковник спецназа Владимир Архипов. Бесценные уроки и бесценные подарки. Уроки не только бокса, но прежде всего жизни. Уроки, полученные от самых авторитетных людей. Кто бы что ни говорил, что патриотизм – это вот никто… Кто-то ещё обсуждает это. Патриотизм – это хорошо или плохо. Патриотизм – это всегда хорошо. И ты должен быть в первую очередь патриотом. Независимо, ты будешь служить в армии, в правоохранительных органах, где-то, будем так говорить, в других структурах. Ты должен быть в первую очередь патриотом своей Родины, своей России. Это самая первая задача твоя. А остальное, если, как говорится, ты именно служишь свой путь, то у тебя будет всё получаться на ура. Полученные в этот день уроки Миша усвоит позднее. Слишком много впечатлений для одного дня. Мальчик долго смотрел на обратную сторону визитки Рустама Камильжанова. Люби Родину больше, чем жизнь. Сердце отдай людям, душу Господу. А честь оставь себе и не отдавай никому. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова